Дирижабль Гигантские воздушные корабли, которые начали строить в Германии в 1930-х годах, могли совершать беспосадочные полеты протяженностью от 10 до 15 тысяч километров. Полезная нагрузка при этом составляла до 90 тонн, полный вес около 200 тонн. По сравнению с самолетом, дирижабли обладали рядом преимуществ. Во-первых, они могли надолго зависать в воздухе над определенными районами и при этом не расходовать горючее. Во-вторых, они были популярны своей комфортабельностью. На борту такого великана пассажирам можно было пообедать в настоящем ресторане, а также на протяжении всего путешествия жить в отдельных каютах. Однако в конструкциях таких воздушных гигантов был огромный минус. Как известно, оболочка классического дирижабля наполнялась недорогим и простым в производстве водородом, который был легче воздуха и очень взрывоопасен. Невзирая на то, что в конце 20-х годов был найден безопасный аналог водорода в виде газа гелия, некоторые европейские страны, строя дирижабли на свой страх и риск, вынуждены были полагаться только на водород, который становился причиной многих катастроф. А все потому, что Соединенные Штаты, будучи на тот момент единственными производителями гелия, наложили запрет на экспорт этого газа нацистской Германии и ее союзникам. Германия при этом, будучи абсолютным лидером, дирижаблестроение не очень-то и переживала из-за отсутствия гелия, так как немцы очень щепетильно относились к необходимым мерам безопасности. Но, потерпев крушение в 1937 году, именно немецкий Гинденбург полностью перечеркнул будущее пассажирских дирижаблей. На постройку дирижабля LZ-129, впоследствии названного Гинденбург, ушло около пяти лет. Его каркас, собранный из легкого прочного сплава алюминия, меди и магния, сверху был обтянут прочной тканью. На то время он являлся крупнейшим воздушным судном, имевшим длину 245 метров, что всего на 24 метра короче Титаника. Диаметр 41,2 метра. Объем водорода в баллонах 200 тысяч метров кубических. Гигант был оснащен четырьмя дизельными двигателями, для работы которых использовалось 60 тонн топлива. С такими техническими характеристиками Гинденбург мог развивать скорость до 135 км в час, а также поднимать воздух до 100 тонн полезной нагрузки и 100 пассажиров. Гинденбург без преувеличения называли не только самым крупным пассажирским дирижаблем в мире, он был настоящим шедевром инженерной мысли и одновременно с этим мощным символом пропаганды Третьего Рейха и гордостью Адольфа Гитлера. В довоенное время нацисты Германии рассматривали дирижабли как важное средство пропаганды за рубежом, сделав их своей визитной карточкой. Свой первый пробный полет Гинденбург сделал 4 марта 1936 года, а уже в мае гигантский корабль совершил свой первый трансантлантический перелет в Америку. Нужно отметить, что такой перелет на Гинденбурге в одну сторону стоил на то время огромных денег – целых 400 долларов. По нынешним меркам это около 7000 долларов. Поэтому несложно догадаться, что его пассажирами были очень состоятельные люди – политики, спортсмены, артисты, крупные промышленники и банкиры. По этой причине пассажирам старались создавать на борту максимальные удобства. По сути, это был летающий роскошный дворец с высокой степенью комфортабельности. В ресторане лучшие повара Германии готовили изысканные блюда для пассажиров, путешествующих из Европы в Америку. При сервировке использовалась только позолоченная посуда. В баре подавали фирменный коктейль «Гинденбург». В распоряжении пассажиров на верхней палубе дирижабля был не только ресторан, но и читальный зал, отдельная зона отдыха и музыкальный салон. Излюбленным местом пассажиров было помещение в куполе дирижабля, оборудованном для обзора. На нижней палубе была даже специальная комната для курения, представляющая собой герметичную капсулу с мощной системой вентиляции. Каждая каюта была площадью 3 квадратных метра и оснащена двумя кроватями. Пластиковым умывальником, небольшим встроенным шкафчиком и откидным столиком, окон и индивидуальных туалетов не было. На Гинденбурге очень пристальное внимание уделялось мерам безопасности. До крушения в мае 1937 года дирижабль совершил 11 трансконтинентальных перелетов с пассажирами на борту. При этом ни разу не возникло аварийных ситуаций, благодаря сложенной работе команды, которая была строго проинструктирована и экипирована антистатической одеждой и обувью на специальной подошве. Но самое важное во избежание возгорания водорода перед посадкой у всех, не исключая самых высокопоставленных пассажиров, производилось изъятие зажигалок, спичек и даже электрических фонариков. Гинденбург отправился в последний полет вечером 3 мая 1937 года из Германии в Америку с 97 пассажирами и членами экипажа на борту. Управлял кораблем 46-летний капитан Макс Прус, ветеран Первой мировой войны. 6 мая 1937 года, во второй половине дня, когда Гинденбург величаво проплывал над Манхэттеном, все пассажиры собрались у обзорных окон, а репортеры и фотографы расположились на самом высоком здании в Нью-Йорке, чтобы не пропустить потрясающего зрелища. Демонстрируя дирижабль американцам, капитан на несколько минут подвел его к смотровой площадке, после чего медленно последовал в сторону авиабазы Лайкхерст, расположенной в 100 километрах. Однако грозовой фронт вынудил капитана отложить приземление, и дирижабль еще пару часов кружил в воздухе над авиабазой. Лишь в восьмом часу вечера, получив разрешение на посадку, Прус дал приказ сбросить причальные канаты. Все это время внизу огромная толпа ожидала спуска Гинденбурга, чтобы поприветствовать прибывших из-за океана. Когда были сброшены наконец-то причальные концы, популярнейший журналист Герберт Моррисон начал свой радиорепортаж о благополучном прибытии дирижабля. Однако за несколько минут до начала высадки пассажиров в газовом отсеке произошло возгорание, и раздался чудовищной силой взрыв. Огонь стремительно переметнулся в носовую часть дирижабля. Через 34 секунды он рухнул на землю, и от гигантского корабля остался только остов из искореженного металла. Люди, внизу ставшие свидетелями ужасной катастрофы, застыли от ужаса. 36 человек на борту мгновенно стали жертвами пламени. Над посадочной полосой неслись душераздирающие крики погибающих людей. Запахло горелым мясом. Встречающие на земле кинулись в рассыпную. Фоторепортер Сэм Шир успел сделать всего один кадр, который впоследствии печатали во всех газетах и журналах мира. Кинорепортеры успели также заснять момент взрыва и крушения на киноленту. Это было нечто такое, чего люди никогда еще не видели. Ужасная катастрофа, снятая на камеры в тот момент, когда она происходила. К счастью, погибли не все. В катастрофе из 97 человек выжили 62, в том числе и капитан. Погибли 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один служащий базы, находившийся на земле. Как же так могло случиться, что гарантированная безопасность привела к внезапной трагедии? По официальной версии, причиной крушения стала утечка водорода с последующим его возгранием. Первым предположением комиссии, расследовавшей это дело, был умышленный саботаж. Дирижабль могли уничтожить именно как символ Третьего Рейха. Но затем вероятность саботажа решительно отменили, и дело о взрыве корабля закрыли, несмотря на громкие протесты прессы и общественности. Потому как Германия не могла допустить, чтобы эта трагедия вызвала во всем мире недоверие к совершенству немецкой техники. Прошло еще 34 года, прежде чем пролился свет на эту историю. В своих мемуарах Майкл Макдональд Муни, обращаясь к гибели корабля, подробно описал, как молодой антифашист Эрих Спель спланировал и осуществил взрыв с помощью часового механизма, заложенного при взлете. Он был техником по сборке самолетов и сам погиб при пожаре. Спель просто не мог предположить, что из-за грозы задержится посадка. К сожалению, это было не единственное крушение. Согласно статистике, в 1922 году взорвался итальянский дирижабль «Рома», в результате чего погибло 34 человека. В 1923 году на борту французского дирижабля «Диск Мюде» погибло 52 человека. В 1930 году упал и взорвался британский дирижабль «Р-101», в результате катастрофы погибло 48 человек, включая министра авиации Великобритании. В 1933-м американский военный дирижабль-авианосец «Акрон» потерпел крушение у берегов США. Из 76 членов команды уцелели лишь трое, что стало самой крупной катастрофой. Однако крушение немецкого Гинденбурга в 1937-м быстро затмило гибель «Акрона», потому как стало одним из первых крушений, произошедших в прямом эфире. Сразу после трагедии, постигшей корабль, Германия прекратила все пассажирские полеты дирижаблей, а также их проектирование. В 1940 году два других пассажирских воздушных корабля «Граф Цепелин» и «Граф Цепелин-2» были разобраны, а их дирюлюминиевые каркасы были отправлены на переплавку. Вот так гибель Гинденбурга стала началом конца эры дирижаблей. А на этом у меня все друзья, надеюсь ролик вам понравился, обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!